Опа! Залез! Здорово! Сто лет уже не было уроков по Final Cut, а ведь ты сюда именно за этим пришел, не дай бог еще отпишешься. Поэтому сегодня я хочу записать небольшой урок, так сказать, войти в ритм. Хочу сделать видео про всплывающий титр в Инстаграме. Такое ты можешь видеть, когда отмечаешь каких-то друзей у себя на фотографии или каких-то людей. Всплывает вот такой вот небольшой титр, человеком которого ты отметил. И сегодня я хочу показать, как это делается в Final Cut. И на самом деле его придумал не я, я его подсмотрел у своего западного коллеги и подумал, что было бы неплохо тебе об этом знать. Потому что иногда такой титр может пригодиться. Если ты что-то снимаешь в Инстаграм, как чаще всего это бывает, клиент просит видео для Инстаграма. Там ты можешь создать такой титр, который делается буквально в два клика вообще. Это настолько элементарно, что просто об этом грех не знать. Ладно, давай не будем много болтать, сразу же ныряем в Final Cut. У меня есть такой небольшой кадр, где я, значит, захожу, что-то тут собираю рюкзак. Короче, этот титр можно сделать несколькими способами. Его можно сделать стандартным генератором из панели генераторов, но это не очень удобно, потому что генератор квадратный. Для того, чтобы скруглить нам вот эти вот бока, нам нужно будет использовать маску. И немногие знают, и немногие этим пользуются, но вот здесь в панели титров, в панели генераторов, во вкладке Elements есть вот такой очень крутой элемент. Вот выбираем его, кнопка Q скидываем на тайм-линию. Такая заготовка, это обычный круглый шар, обычно он залит белым. Самое крутое, что у него здесь есть абсолютно разные геометрические фигуры. Это, кстати, как раз кто спрашивает, как там сделать квадрат, прямоугольник, звездочку или еще прочее. Во вкладке Shape можно выбрать разные геометрические фигуры. В данном случае это круг, квадрат, какой-то тут прямо перевернутый квадрат. Много разных здесь настроек. Давай сразу же возьмем, нам понадобится вот такой прямоугольник. Кстати говоря, за референс, для того, чтобы нам постоянно смотреть, не мониторить в телефон, я сделал это скриншот экрана. Вот он у нас, наш титр. И его будем копировать, вот так вот увеличим. Какой-то чувак показывает какой-то очень дорогой объектив. Берем этот квадрат, убираем, во-первых, outline, нам понадобится цвет. Смотрите, цвет мы можем поменять либо здесь, да, вот примерно вот такой вот он серый. Или сделать абсолютно точный цвет, но я тебе рекомендую использовать на самом деле тот цвет, который натуральный. Мы можем его скопировать полностью, это делается вот как. Делаю скриншот экрана, вот у меня снимок экрана этого объектива, переношу его сюда, скидываю его максимально близко, где-нибудь здесь. И вот здесь, когда мы выбираем цвет, нажимаем пипетку и просто берем наш цвет за референс. Чик, все, он определил. Нажимаем V. И вот мы видим, что у нас наш квадрат нужного нам цвета. Закрываем панель цветов. А далее с этим квадратом мы делаем, нам нужно скруглить бока. Во-первых, нужно убрать эту тень. Видишь, ее она здесь есть. Drop Shadow, вот эта вот фиговина, да, вот она, видишь. Ее убираем на ноль. И скругляем вот здесь вот Raunders края. Очень просто, где-то на семерочку. Посматриваем на наш реф. Они у него прям здорово скруглены. Все, первая заготовка у нас готова. Кстати, нужно его сделать целиком под наш кадр. Дальше мы выбираем ее, зажимаем Option, поднимаем вверх. И таким образом у нас она копируется. Вот, видишь, она у нас скопировалась. Немного сдвигаем вниз. И здесь выбираем, нам понадобится как раз вот этот Diamond. Края нам нужны будут острые. И делаем его поменьше. Поменьше он делается уже не в инспекторе, не в настройках, а вот в этой вот штучке, где у нас Scale. Scale уменьшаем примерно вот до таких пор. Видишь, как легко получается. Можно сделать вниз, а можно сделать вверх. Уловил суть, как легко делается вообще. Все, по сути, вот титр у нас готов. На самом деле он у нас готов. Видишь, как быстро. Далее берем, объединяем все это в Compound Clip. Выбираем оба наших титра. Нажимаем Option G. Даем ему какое-нибудь название. Титр. Титр. Но это не весь титр, это пока что только заготовка. Теперь нам нужен титр, нам подписать что-то же нужно, да? Нажимаем Ctrl T, Basic Title. Делаем его по размеру нашего кадра. Обязательно нужно, чтобы он совпадал по краям с нашим титром. Пишем какой-нибудь ник в инстаграме. Например, свой. Подписывайся, если что. Шрифт называется в инстаграме San Francisco, но в Final Cut такого шрифта нет. Поэтому мы используем любой попавшийся. Я сейчас часто использую вот этот шрифт. Он мне, если честно, так зашел. Так мне нравится. Хотя, видишь, здесь вот эта вот собака, так сказать, она не похожа. Но ничего страшного. Делаем его чуть побольше. Мне главное для тебя донести смысл, как делать такой титр. Все готово. Дальше мы берем, выделяем все и также объединяем все в Compound Clip Option G. И теперь уже называем его нормально. Титр в инстаграм. Окей. Весь наш Compound Clip, естественно, делаем немного меньше. Вот так. Выглядит неплохо, но мне кажется, что свет немного должен быть потемнее, как в инстаграме. И еще он слегка у них такой прозрачный. Опасити убирается вот здесь уже. Это в настройках, когда уже у тебя твой титр сформированный в Compound Clip. И потом посмотришь, там поколдуешь. Цвет, мне кажется, немного темнее. Ну, там уже сам разберешься. Может быть, вообще-то какой-нибудь другой сделаешь. Дальше для того, чтобы его приконнектить. Во-первых, чтобы он грамотно появился у нас, да, всплыл. Берем, ставим Playhead в самое начало. Запоминаем, что у нас здесь 38. Вот в этой панельке убираем на 0. Ставим ключевую точку. Бегаем Playhead на несколько кадров. Например, на столько. Нажимаем опять 38, наш размер. Смотрим, что получилось. Нажимаем пробел. Слишком быстро он появляется. Для того, чтобы нам сдвинуть ключевую точку, уже поправить непосредственно в титре, нажимаем наш Compound Clip. Нажимаем Ctrl-V. Мы видим две ключевые точки. Самую правую немного смещаем. Еще на несколько кадров. И смотрим, как у нас появляется. Оп. Вот так, мне кажется, само то. Дальше он появился. И для того, чтобы его теперь примагнитить, также без плагинов, если у тебя нет какой-то специальной трекинговой программы, просто ставишь Playhead в то место, откуда ты хочешь начал примагничиваться. Например, это будет рюкзак. Дальше нажимаешь Transform. Ставишь ключевую точку, видишь, что она появилась. И теперь вот это самое геморройное, конечно, нужно тречить вручную. То есть ты смещаешь Playhead на один кадр. Дальше смещаешь один кадр вот этот титр. И погнал. Вот так вот кадр за кадром ты вот так смещаешь, смещаешь. Вырисовывается такая вот колбаса из точек. Какой-нибудь мокко бы, но он точно так же бы протречил. Так, ну давай, это сюда он будет. Дальше нажимаем Down. И дальше нужно, чтобы у нас титр исчез. Также ставим Playhead сюда. Нажимаем Scale. Сдвигаем на несколько кадров. Например, на столько. И убираем на 0. Смотрим, как у нас исчез. Да, отлично исчез. А теперь, чтобы здесь был логичный уход, я просто ускорю свой выход из кадра. Shift-B, горячая клавиша, для того, чтобы поменять Rapid. Смотрим, что получилось. Вот так я беру рюкзак. Появляется титр. Его ты можешь, этот титр, отточить уже там до идеала, как тебе нравится. Но в моем случае это вот так. Важно, чтобы ты знал, чтобы... Как пользоваться вот этим элементом Shape. На самом деле, это очень крутой элемент. У меня уже было видео, где я рассказывал, как делает интро Питер Макиннон. Там как раз-таки все завязано на вот этом элементе. Так вот, это было короткое видео про то, как сделать титр в Инстаграм, всплывающий. Надеюсь, тебе было полезно. Сделать такой титр обязательно отметь меня в Инстаграме на своем видео. Если ты выложишь его в Инстаграм, посмотрим, как у тебя получилось. А на этом все. Надеюсь, тебе было полезно. Больше монтируй, больше снимай. Удачных тебе кадров. Читай хорошие книги. Смотри фильмы. И пока! Пока!